В уголе людей, кем есть статус беженца, на огонь еще не шмат. Для его отримания необходимо предоставить докладную информацию об проследовании на родиме по политичных, расовых и инших мотивах. Для всех остальных денежный механизм додатковой обороны. По управлению Верховного комиссара ААН по справкам беженцев кажут, что пик миграции в Беларусь за международных граждан пройшел, а за допомогой многие извертаются и зараз. Количество новых обращений за защитой в республике Беларусь за статусом беженца или за дополнительной защитой является достаточно стабильным на высоком уровне. Примерно 750-800 человек в год. И по результатам первого квартала это где-то 253 человека. Если эта тенденция продлится, то продолжится. Можно ожидать, что по концу года порядка тысячи человек. Что-то социальные гаранты для беженцев и мигрантов продовлетжено как в активности отримания медицинской допомоги, так и процедурование. Тем больше, что зараз на Гомичне есть, но и около 5000 вакансий. Правда, как отримать работу, представникам краин далекого замежа необходимо первое за все выучить русскую мову. Создают здесь совместные предприятия или иностранные предприятия в области общепита, туризма и так далее. Конечно, им нужны определенные специалисты, вплоть до того, что и неквалифицированные специалисты. И они, этих граждан, принимают на работу, то есть создают для них рабочие места. Десять годов тому Гомский Гарвуканкамп засновал пункт часового размещения, психологичной и социальной адаптации беженцев. За минулый час сюда было накировано больше 200 грамотян. За Афганистан, Пакистан, Сирии, Ирана, Бангладеш. Вот у таких умовах у гомели проживают семьи беженцев, звоником того, что семьи, звичайно, шмадзетные, покои различные на 8 человек. А про то, тут есть мебель для отдельного телевизора и довольно великий холодильник. У центра беженцы-эмигранты могут находиться до полугода. Тут створены все умовы для проживания. Рання, кухня, где одночасово могут готовить ежевые, как и семьи, у дитячих гольнявых покоев. А про то, все размещенные тут дети наведывают сады и школы. Работники центра кажут, что у таких взрослых адаптация проходит правонально легко. У дорослых проблем значно больше. Даже элементарно приезжают иностранцы, они не знают языка. Показать, где магазин, как называется у нас хлеб, помочь, продукты какие-то, помочь разобраться с нашим, ну хотя бы немножко языком, мы все это оказываем. Они живут у нас как в семье. Не усе беженцы-эмигранты застаются на гомештине на завсёды. Некто с часом вертается до дому, некто шукает инше место для проживания. Але у любым выпадках это не отменяя необходности оказания усебаковой, да помоги тем, кто мая ой-ой потребу. Инша справа, что и сами мигранты повинны клопотиться об своем будущем. В связи с этим, летость на гомештине распочалась реализация проекта по оказанию финансовой потребности для открытия уластной справы. Для этого необходимо написать бизнес-план, где расписать конкретно чем будет заниматься та или иная семья, да, какой доход они с этого могут получать. Мы рассматриваем это на комиссии и тогда выделяются средства. Но выделяются не реальные деньги, не просто наличными даём, мы осуществляем закупки того или иного товара, который необходим для того, чтобы осуществлять деятельность.